я сейчас еду в поезде на осталось до пскова наверно минут 30 и мне моя мать присылает вконтакте сообщение но сеть не ловит я просто увидела что она прислала на кого-то сообщение репост какой-то запись вот но я когда сеть тут появилась я его открыла вот и там значит видео пост из группы жесть по псковски которая снята наверно сегодня в общем где-то видимо не знаю район пригород не знаю какая-то сельская местность чем это мужик ну такой я бы сказала пенсионного уже возраста наверное колотит об землю собаку ну просто до смерти собака уже мертвая а он ее об землю просто эти это пока пскова подъезжаем и тут трясти начинает тут уже не электро это в общем он бьет ее об землю ну она мертвая но кто-то снимает со стороны но тот кто снимает со стороны он конечно тоже очень странный но я вам видео вставлю но мне придется это все замазать потому что youtube он он просто давайте я возьму он youtube меня просто заблочит если я новыми видео видео мне заблочит потому что это жестокое обращение животное придется замазать но я скину замажу и скину из жести вот и он ее бьет о землю и она мертвая и значит видео оператор скажем так который снимал то со стороны видимо как свидетель до свидетель значит подходит и говорит ну что типа все типа и снимает собаку ну это конечно тоже так как бы сказать странно выглядит как человек ну то есть со стороны это все снимает то есть я бы я бы подняла крик хотя мне муж таких ситуациях всегда говорит о том что тебя кто-нибудь прирежет что ты так обычно орешь тебя кто-то точно уприрежет убьет типа ты вообще понимаешь что сколько неадекватных людей вот и вот не моя мать скидывает это видео я понимаю конечно что моей матери неприятно такое видеть но мама ну а ты что не знаешь что как бы сказать вот это все есть друзья мои я уже давным-давно живу без прикрасы я прекрасно понимаю что меня вокруг окружают убийцы насильники педофилы воры и люди которые мучают животных которые их убивают прямо сейчас я это прекрасно понимаю у меня нет заблуждений среди каких людей я живу но нет у меня вы чё думаете я сплю и вижу розовых пони нет я людей ненавижу именно по такой по той причине что я уже давно поняла среди кого я живу то есть у меня по этому поводу заблуждений нет и вот это вот состояние ну-ка мне жалко собаку мне жалко но я что я сделать могу что я могу сделать я ничего не могу сделать я просто принимаю что вокруг меня много мразей люди мрази хороших людей достойных их вообще очень мало вы понимаете вот просто я одно время ну вот как бы сказать и минут эту свою злобу я ее выражала и говорил я вас ненавижу люди и в невыми писали оля зачем-то говоришь да потому что хороших людей достойных умных которые не пьют не курят которые не совершают правонарушений их очень мало вы даже не представляете и как бы в этом плане что ну вот мама мне прислала видео я понимаю у нее там это эмоциональная реакция у меня тоже эмоциональная реакция поэтому я и решила снимать видео прямо сейчас пользу потому что мне тоже неприятно но я это прекрасно понимаю что вокруг смерть насилие мразота вы понимаете все это вокруг каждый день и как бы вы не притворялись некоторые что этот мир прекрасен да говно это мир этот мир говно вы понимаете я вот скажет каждую ночь вот я вам говорю клянусь я каждую ночь засыпаю с мыслью зачем я родила ребенка зачем ведь мне теперь до конца жизни просто над ней трястись вот даже во возьмем мой подъезд вот я вам показываю да вот это мы живем на пятом значит под нами живет мужика баба они смотрят мой канал они смотрят у них постоянно попойки крики стоны из какие-то какие как будто шумы как будто они убьют кого-то я не замуж они друг другу у них такие-то прелюдия понимаете оргия ну я вам как-то раз ну показывала видео когда я там полицию вызывала что он ее бил на площадке голую я вышла и говоря сейчас полицию вызована она она мне крикнул знаете таким еще с пафосом таким такая типа не найти с таким под собой подачи что не мешай наши морги ну вот как извините вы меня будете смотреть я очень рада что вы меня смотрите но вы скот вы просто скот вот этот с третьего этажа мужик я не знаю что он он больной не больной да мне наплевать больной линии он не нет понимаете это тоже скот который в конце концов нас угробит он устроит нам пожар и вовсе эти я вот мой ребенок будет ходить в конце концов по этой лестнице поэтому подъезду среди этого скота я не могу это просто я этого перенести не могу понимаете я каждый день об этом думаю мама я тебя очень прошу не присылайте мне эти видео про этих как люди убивают у нас в обскове собак ну пожалуйста не надо я и так ненавижу этот мир я и так ненавижу людей понимаете я я говорю я каждый день жалею что я родила ребенка каждый день я не хочу чтобы мой ребенок жил в этом говне я не хочу я не хочу чтобы она это понимает а это будет понимаете от этого никуда не убежишь вот ведь столько насилия вот я говорю я вышла вечером в 9 вечера в магазин прогуляться я не скажу что у нас район какой-то один бабу избил второй стоит с писюном голом понимаете ну что это такое так это еще не это я просто еще только полчаса прошлась понимать а если бы я еще больше прошлась там вообще хлеще было бы понимаете на следующий день значит с под нами соседей значит у них пьяные оргии на другой день значит сосед нас опять в очередной раз чуть не спалил ну что это тоже это жизнь я считаю что это не жизнь я считаю что это не жизнь постоянном страхе что какой-то скот вокруг просто тебя убьёт. Понимаете? Я считаю, что это не жизнь наблюдать и видеть, как этот скот убивает животных. Понимаете? А другой скот снимает это на видео. Я просто... Я в шоке как бы сказать. Я в шоке от того, что тот мужик просто стоял и смотрел. Ну что, это соучастник. Потому что если ты стоял, смотрел и снимал, ты соучастник. Ты уже не свидетель. Я так считаю. Вот. Жить, честно скажу, у меня нет радости от жизни. У меня нет радости от жизни, потому что, я говорю, после того, как я родила ребёнка, я живу в вечном страхе. Я живу в вечном страхе от того, что я понимаю, что моя жизнь, она заключается сейчас в том, чтобы уберегать моего ребёнка от людей. Вы понимаете? От людей. От скота. Понимаете? Не все люди такие. Нет, есть умные, образованные, хорошие, не пьющие, не курящие. Но таких мало. Таких мало. И, к сожалению, они, как бы сказать, мы все вот как бы рассеяны друг перед другом. Ну, я не знаю, Деньки, как? Я не могу так жить, честно скажу. Я не могу и не хочу это видеть. Вот. Но от этого никуда не денешься. Понимаете? Никуда не денешься. Я говорю, я хожу по улицам, я говорю, вот как говорю, у меня ребёнок сейчас в школу пойдёт, я уже хожу по улице, вот идёт какой-нибудь там сосед, я в него сматриваюсь, сматриваюсь в его глаза, а не педофил ли он? Ну, как какие-то, знаете, вот это я такая баба подозрительная, да? Ну, что, это радость материнства? Ну, я считаю, что люди, которые вообще об этом не думают, ну, я думаю, я считаю, вы, ну, какие-то, не знаю, ну, IQ у вас низкий, ну, глуповаты. Ну, как, ну, вот если вы нарожали детей и не думаете о их безопасности, типа такие, мир безопасен вокруг. Нет, вот, посмотрите, зайдите в нашу псковскую группу, жесть по-псковски. Посмотрите, как у нас народ развлекается, живёт, видите? Смотрите, собачку убивают об землю, вот. Я вам показываю, да, постоянно тоже, что происходит. Вот. Нет, я не спорю, есть люди, которые этого не видят. Например, которые едут на машинах, не ходят ногами, да? Они живут, например, в доме в частном, да? Там, ну, в каком-то там коттеджном таком посёлке, где, в принципе, дорогие дома. Ну, и люди, как бы сказать, нет, я не говорю, что они там такие тоже какие-то хорошие, потому что, ну, понимаете, уровень достатка, он не говорит о морально-нравственных качествах. Зачастую не говорит, не говорит, потому что деньги развращают. Вот. А большие, как говорится, деньги, они это, когда... И деньги власти. Власть она развращает, абсолютно власть. Развращает абсолютно. Да, потому что, когда у тебя есть власть, например, да, ты чувствуешь себя безнаказанным. Вот. Но всё-таки, как бы сказать, у этих людей за закрытыми заборами в своей частной территории, разъезжающих на своих машинах, доработки обратно, у них нет возможности это всё лицезреть. Вот. А так как я очень много пропередвигаюсь по Пскову своими ножками, я, как бы сказать, ну, вот больше контактирую с людьми, с обычными. Вот. Там. Ну, я это всё вижу. Вот. Жить мне после этого не хочется. Вот. Я говорю, я не знаю, вот мне просто люди некоторые пишут, мы переезжаем во Псков из Питера. У нас... Вы думаете, ещё вот это... У нас лучше, что ли? Что-то у нас лучше? У нас лучше, что ли? Что? Мы переезжаем во Псков из Питера, потому что в Питере много приезжих. Ну, понимаете, да, ещё? Ну, а во Пскове приезжих нет. Зато есть алкоголизм, вот какие-то психопатологии и всё остальное. То есть вы уже не сможете своего ребёнка отпустить прогуляться вечером. Тоже. Понимаете? То есть я не знаю, я не знаю, куда бежать. В лес, наверное. Бежать, наверное, надо в лес. К диким зверям. Наверное, среди них будет лучше. Вот. Среди диких зверей жить. Понимаете? Нет, я ничего не говорю. Это я, конечно, очень расстроилась. Я говорю, я очень расстроилась. Я увидела это видео, конечно. Я очень расстроилась. Но дело не в том, что я сейчас в моменте расстроилась. Я вот говорю, вы не поверите, каждую ночь, каждую ночь я об этом думаю. Думаю, боже мой, как? Как я могла родить ребёнка вообще? Как я могла в этот дерьмовый мир и тех вот людей, вот этих оскотинившихся, понимаете, в большинстве своём родить ребёнка. Я же теперь, я же говорю, я живу в постоянном страхе. В постоянном страхе, что мне своего ребёнка надо оберегать от этих людей. Раньше как-то об этом не думала, до того, как ребёнка не родила. Ну, как бы живёшь и живёшь, живёшь и живёшь, как бы, да, занимаешься каким-то своим любимым делом, да, там, учишься, работаешь. Ну, как-то не до этого. Ну, когда ты становишься матерью, всё, всё. Ну, то есть этот материнский инстинкт, он просто включается и, ну, я не знаю. Не знаю. Контактировать с людьми не хочется. На работу тоже, вот, честно скажу, вроде бы, может быть, и хотелось. Я вот рассказываю, что я очень страдаю по поводу того, что я не работаю с людьми, а мне не хочется с людьми контактировать. Потому что я понимаю, вот особенно после того, как я ещё канал свой начала вести, да, как я посмотрела, какие гадости люди мне пишут, да, да я и так прекрасно знала, что они эти гадости думают, у меня никогда не было заблуждений по поводу людей. Вот, но я посмотрела, что мне пишут, вы знаете, вообще у меня пропало полностью желание контактировать с людьми, вот, что-то даже делать для людей. Вот, знаете, раньше как-то, вот это, знаете, типа, я делаю что-то для людей, да, ну, не хочу я для вас ничего делать, ребят, вот, честно, правда, даже делать ничего не хочется, типа, для общества, для какого общества, для какого, ну, для этого, что ли, а, ну, фу, противно, я говорю, не знаю, вот противно, вот, знаете, вот, я говорю, мама, не присылай мне такие видео, ну, не надо, я вот сейчас вот приехала, и у меня аж худо стало, вот, вот в Пскове, в Питере ходила, прям так хорошо, около залива, так хорошо, вот это, ну, я понимаю, там тоже то же самое, а вот, абсолютно то же самое, разницы нет, вот, но все равно, ты такой, знаете, подъезжаешь к Пскову, и тебе мать присылает видео, как какой-то сумасшедший, просто убивает собаку, это вообще, я не знаю, говорю, мне такой, вот сейчас говорю, выйду из поезда, со стойким чувством отвращения к этому городу, он вопрос, ну, я понимаю, что не все такие люди, не все такие люди, но таких много, заиньки, таких много, я говорю, вот если чисто статистически, вот в нашем подъезде однозначно двое, двое, две семьи таких, две семьи, которые наносят, которые могут принести потенциальный вред, потенциальный вред и угрозу, которые ведут аморальный какой-то образ жизни, угрожающий общественному порядку, меня это напрягает, я в Питер уезжала, я в Питер уезжала, я думала, боже мой, не дай бог, не знаю, этот придурок старый опять начнет мясо жарить, понимаете, днем, он же оказывается теперь и днем жарит, понимаете, да, забудет газ выключить, и все, взрыв газа, и мы просто взлетим, наш подъезд летит на воздух, я ребенка для чего рожала, что какая-то мразь третьего этажа, мне его на воздух, что ли, кости, вот ничего, я не знаю, доньки, я говорю, каждый день, каждый день теперь об этом думаю, каждый день об этом думаю, перед сном, прямо так вот ложу и засыпаю, думаю, боже мой, ужас какой, зачем, зачем все, ну вот мы к Пскову приехали, сейчас пойдем читать в жесте по-псковски, там кто там, как это, кто, из чего этому козлу желают, пойдемте почитаем, ну а что, а ничего не сделают, зайки, ой, успокойтесь, ничего полиция не сделает, ничего, успокойтесь, сколько уже таких случаев, что убивали, и он, и баб колотит, он, и ничего не делают, ничего не сделают, я, я, понимаете, вот они, вот такими вещами не занимаются, чем угодно, но не вот такими вещами, а он потом пойдет, и что-нибудь еще натворит, конечно, вначале собака, потом еще кто-то, друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке, в первую очередь, это ваши лайки, комментарии, и подписки, также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат, напрямую мне на карту, или воспользовавшись, сервисом Donation Alerts, все ссылки в описании видео, а для самых увлеченных зрителей, у меня есть уникальное предложение, стать моим доном в группе ВКонтакте, невротичка Оля, нажмите поддержать автора, и введите любую сумму, удобную для вас, и вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разборам на примере моих ситуаций, будьте готовы, эти видео слишком откровенны, люблю-целую, ваша невротичка Оля.